Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня я хочу вам показать, какой свет, освещение для съемки видео я себе заказала. Пришла посылка с Алиэкспресс и давайте вместе посмотрим, что там и как все это выглядит. Свет вообще это очень важная вещь. Я давно хотела себе вот эти прожекторы. Я когда-то брала тестировать чужие, ставила у себя и очень классно все получалось и работало. И зачастую именно свет решает, насколько красивая будет картинка, даже не камера, а именно свет. Поэтому освещение важно. И если, например, вы после работы вечером или даже ночью захотите что-то записать, у вас есть время для этого и вдохновение, но на улице темно и нету белого вот такого холодного света, то ставить вот эти лампы, ну обычные можно, конечно, но желтое будет, теплое такое изображение. И, конечно, это не то. Поэтому свет нужно было заказать. И вот сейчас мы с вами распакуем и посмотрим, что пришло с Алиэкспресс. Я хочу сказать, я небольшой специалист в Алиэкспресс. У меня друзья там заказывают такие вещи, которые я вообще не представляла себе, что такое бывает. И там говорят много всего. Качество разное. Иногда бывает очень хорошее, иногда бывает плохое. Но цены радуют. И я видела там много товаров для животных и очень много всего для видеосъемки. И держатели, и штативы. И вот эти, знаете, я тоже хочу себе заказать, потому что бывает ты в поездке, и тебе удобно снять на телефон что-то. И тебе нужен стабилизатор. Такое устройство, которое позволяет телефон туда ставить свой, чтобы не дрожало изображение. Вот такое тоже заказать хочу. Но свет это было самое важное. Значит, я выбрала набор, в котором два прожектора и по четыре лампы в каждом. То есть, там, если мы откроем, посмотрим. Там в этих боксах патроны на четыре лампы. И можно ставить светодиодные, не можно? Ставишь светодиодные лампы, вот эти яркие. И должно быть хорошо. В комплекте также входят и лампы. Очень здорово. Все. Поставщик, который вот это вот присылал, мог поставить в Украину за семь дней. Это вообще было супер быстро. То есть, я буквально на прошлой неделе заказала. И вот сегодня, в воскресенье, мне все это пришло. То есть, быстро, это удобно. Не надо было сорок дней ждать. То есть, именно вот такой поставщик, у которого была такая классная доставка в Украину. 70 долларов это все стоило. Вот этот весь набор. То есть, где-то, не где-то, а 2000 гривен ровно. То есть, вот если вы из Украины, то цена в гривне вам может быть интересна. Может быть, понятно. Вот, как, смотрите, круто все это здесь упаковано. Вот так вот все лежит в коробке. Сейчас будем доставать. Значит, вот это в чехле сами софтбоксы, которые, я так понимаю, потом вы на спицы надеваете. И у вас получается вот этот зонтик такой для освещения. О, классно, смотрите. Вот такой софтбокс. Вот к нему спицы. Я все это соберу потом и вечером поснимаю видео уже с этими своими лампами. Вот такой сам этот блок. Получается, вот сюда ставится лампа. Это все растягивается на спицах. И сверху закрывается вот такой вот белой тканью. И получается мягкий рассеянный свет. Это вообще очень... Ну, короче, для видео это хорошо. У многих есть такие софтбоксы из Алиэкспресс. И вот я, наконец-то, тоже решила их приобрести. Я хочу вам сказать, я, конечно, небольшой профессионал, но как все выглядит, достаточно нормально, да, упакованная, все хорошо. Значит, два софтбокса. Вот в комплект идут вот эти лампы. Лед-лампы. К каждому четыре штуки. То есть всего восемь ламп. И я так понимаю, что вот это идет патроны. Все. Давайте еще раз покажу, как упаковано все это было. Все очень симпатично упаковано. Ну, как симпатично? Нормально упаковано лежит. Вот так вот посередине лампы. Тут сбоку эти блоки. Сзади Мона. Обычный мой слушатель, когда я записываю видео. Сейчас я записываю при дневном свете. Вот просто из окна свет. У меня, ну, как бы, вот освещение только будет. Пока не было. Сейчас вот как записывает камера просто при дневном свете. Ну, у меня восточная сторона в комнате. И сейчас уже вечер, ну, как бы, 5 часов. И солнце с восточной стороны, поэтому тут хорошее освещение. Осенью и зимой у меня в этой комнате темно. Это самая светлая комната. И в ней тоже темно. И освещения не хватает. Сейчас идет, как бы, дело в лето. И можно даже дневное использовать. Но в зимнее, осеннее время здесь в лето не обойтись. Вот такие вот патроны, которые ставятся в бокс. И вкручиваются 4 лампы. И можно регулировать. Можно включать по 2. То есть не все 4, а по 2. Здесь есть 2 выключателя. И вы можете включать по 2 лампы. Чтобы ярче было, или наоборот, более натуральный свет. Это боксы. Вот это крепление штатива. То есть вот это практически полный комплект. Лампа, штатив и вот этот зонтик с рассеивателем для света. То есть все, что надо для видеосъемки. Ну, для фото тоже, как бы. Такие же боксы используются и в фотостудиях, когда фотографируют помещения. Товары, людей и все такое. И вот эти вот треноги. Они по высоте регулируются здесь. Вот точно такую же конструкцию я брала тестировать у знакомого, когда думала себе заказывать. Вот так вот меняется, пожалуйста, расстояние, высота. То есть можно вот этими вот ключами менять высоту и выставлять себе нужную по вашей комнате, по тому, где вы сидите и так далее. Почему я заказала 2? Можно было заказать 1. Для моей небольшой комнаты, в принципе, достаточно было и одного. Но вот этот комплект, который я нашла на Алиэкспресс, он у продавца шел 2. 2 зонтика, 2 комплекта. И вот за единую цену с этими лампами. И в принципе, когда ставишь 2, конечно, получается эффект получше. То есть ты с двух сторон освещаешь, нету на лице тени, нету за тобой тень. Вообще, я вот смотрела видео о профессиональной съемке, о профессиональном освещении, как там надо выставлять, и когда там вот для своих видео все это там изучала, то надо 3 точки света. Это с одной стороны, как бы с другой стороны на человека, и сзади отделять вот этот задний фон еще одним потоком, чтобы была глубина кадра, чтобы у тебя был третий источник света за тобой, и тогда получается красиво. Но у меня пока нету камеры, которая бы позволяла делать вот этот размытый фон сзади, вот этот эффект в боке на съемке видео. У меня такого нету. Поэтому двух для меня достаточно. И у меня комната так... В такой комнате я снимаю, что мне некуда сзади ставить этот свет, чтобы вот отделять... Монечка, идея. Там он плед такой голубой, а тут на нем лежит. Чтобы отделять вот задний фон. Поэтому мне пока двух достаточно. Вот. В принципе, вот это отделение заднего... Вот сзади можно ставить и обычную лампу с белым светом, светодиодную, обычную вот такую на... настольную лампу. В общем, такое сегодня ко мне пришло освещение. Я сейчас его соберу. И потом покажу, как это все выглядит, как видео выглядит, когда с освещением, да, когда лампы эти собраны. Все, давайте сейчас посмотрим, как снимает камера при вот таком вот... При вот этих лампах, которые я заказала. Сейчас собираю второй прожектор, второй софтбокс. Вот один уже собран стоит. Он вот так вот вертикально направленный. Можно отрегулировать и горизонтально. Сейчас хочу показать вам, как собирается полностью все это. Вот этот штатив. Сюда крепится патрон с четырьмя... для четырех ламп. Куда вставляются лампы, включать можно все четыре или две. Сейчас все проэкспериментируем. И вот этот вот кофр с светоотражающей, вот с такой вот как фольгой внутри. И к нему специально... к нему спицы, которые вы вставляете. Я хочу все просто в реальном времени показать, как я распаковываю и показать результат, как будет снимать вот это оборудование при... в темной комнате, да, сейчас уже ночь, полностью при освещении электрическом от этих софтбоксов. Здесь вот есть такие кармашки, куда вы ставите спицы. Каждую спицу вот так вот в свой кармашек. И потом в... на крепление, на вот эту вот треногу. Здесь в... сейчас первую, самую сложнее всего установить. Дальше будет легче. Вот тут такие маленькие пазы, или как это называется? вставляются дырочки. И вы вставляете сюда спицу. Вот таким вот образом. Все четыре. Конечно, такие приборы дома не очень удобные. Но поскольку у меня есть условно свободная комната, где раньше обитал ребенок, а сейчас он уехал учиться в другой город, и я могу тут вот это все вот так установить и использовать, не разбирая. Если квартира маленькая, и вам реально некуда их поставить на постоянное место, на стационарное, то вот это туда-сюда разбирать не очень удобно. В таком случае, возможно, лучше купить Ring Life. Вот такое круговое освещение, знаете, такой круг световой, который будет светить. И он меньше, меньше места занимает. Но поскольку у меня есть место, я вот такие выбрала. От многих блогеров слышала, что софтбоксы не подходят, потому что их просто некуда ставить. И видите, выпадает эта спица. И они мешают очень в квартире, особенно если квартира небольшая. Поэтому тут, в общем-то, конечно, надо выбирать. Но такие софтбоксы так светят, что вы буквально с каким-то среднего уровня телефоном сможете получать неплохую картинку. Я не говорю, что так надо делать, а то сейчас поднесутся комментарии, что я тут говорю какие-то вещи неправильные. Конечно, нужно покупать камеру, чтобы качество было хорошее и все такое прочее. Но для начала, если вы начинающий блогер, то в выборе между камерой и освещением в первую очередь покупайте освещение и даже записывайте на iPhone или на какой-то другой телефон. И ваша картинка будет нормальная, если у вас будет хороший свет. Никакая камера не вытянет изображение. Изображение классно, если плохой свет. Это уже я убедилась много раз. Я смотрю на видео блогеров, которые снимают на зеркальные камеры, очень классные, но у которых свет так себе, какой-то такой естественный из окна, и картинка получается очень бледная и невыразительная. Так, вот получился такой вот софтбокс. Теперь лампы. У них LED-мощность 24 ватта. Их тут 4. То есть свет просто очень сильный. И он и холодный. Вот так лампа выглядит. И сейчас я их включу, включу, покажу, как без вот этой белой ткани. И потом мы добавим еще вот этот белый рассеянный свет. Весь набор с двумя сокбоксами и с четырьмя лампами на каждую, то есть 8 ламп, стоил 70 долларов. Это у них была такая специальная цена. Если цена обычная, то 80. Ссылочку на это освещение, на эти софтбоксы я оставлю под этим видео. Это Алиэкспресс, это Китай. Все это оттуда. Но если вы долго искали, как, например, я не могла выбрать, что же покупать, то я оставлю ссылку на вот этот вот набор, который я выбрала. Вот так это все выглядит без защитной ткани. И вот сейчас включено две лампы. И вот все четыре включаем. И сейчас я надену, давайте пока выключим, чтобы сильно не светило, я надену вот эту защитную белую ткань, которая рассеивает свет. Нужно сказать, что все пришло в хорошем виде. Ничего не поломано, не погнуто. То есть для Китая вполне нормально. Я не большой специалист заказывания вещей из Китая. Если честно, это наш первый опыт. Мы ничего не заказывали из Китая. Наверное, странно, да, уже все люди, что мы с Алиэкспресс покупали. Но это какой-то был все время не мой формат, и я не могла никак вообще выбрать там ничего и решиться. Но вот освещение оказалось очень достойным. Так, вот тут все это на липучках. Все вот так закрывается на липучки. И, конечно, вот сейчас уже, когда вы включаете, свет получается мягче. И рассеянный вот такой. Регулируется высота. Можно менять по тому, как вы используете. И вот сейчас я сижу на диване. Возле меня два больших софтбокса. Да, для моей небольшой комнаты возможно это даже чересчур. И одни можно обойтись. Но я уже говорила, что я со временем их красиво расставлю. Здесь выставлю все. Это мой первый опыт. Я их только собрала. И, может быть, поставлю сзади лампу, которая будет отражать задний фон. В общем, что-то тут проэкспериментирую еще. Но это дает возможность в вечернее время, когда на улице темно, не гоняться за этим светом из окна. Вы пришли с работы, у вас есть вдохновение, время, и вы можете записать видео. Установили себе свет и записываете. И качество получилось, ну, на мой взгляд, очень хорошим. Посмотрите, как вам. И я осталась довольна. Если у вас есть вопросы по освещению, пишите их, пожалуйста, в комментариях. Под видео будет ссылка на Алиэкспресс, на конкретно этот набор. И мне будет очень приятно, если видео оказалось вам полезным, если вы поставите лайк, прокомментируете его и подпишетесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Хотите открывать свой канал? Смело открывайте. У меня есть видео, как набрать первых тысячу подписчиков. Я тоже под этим видео оставлю ссылку. И также ссылку на видео, как выводить деньги из YouTube. Все, всего всем хорошего. И пока-пока. До новых встречи.